здравствуйте дорогие друзья снова с вами садчиков игорь и мы снова продолжаем серию уроков по пользованию различными инструментами терминале metatrader 4 так что мы здесь можем дальше смотреть значит это мы все уже видели вот линия вот мне наиболее вот эта линия нравится я особо вертикальный горизонтальный мне пояс а вот линия пользуюсь для чего ну для того чтобы определять она наклонная можно и так провести по горизонтали провести ее можно вот таким образом провести ее можно снова давайте нажмем ее можно вот так провести то есть вот вот так смотрите видите как сразу же вот как бы ступенчато вот поэтому чтобы гана горизонталь вывести вот на сделать чтобы ступенек вот этих не было и вот те же самые квадратики вот смотрите если мы его за этот квадратик возьмем то сейчас линия у нас активно она может двигаться вот левая кнопка мыши возьмем будем удерживать мы можем ее вот таким образом вот удерживая левая кнопка мыши и двигать в разное направление в разные стороны все вот допустим до сюда удержали теперь мы можем ее перемещать всю целиком тогда нужно взять вот за этот квадратик вот в центре который находится левая кнопка мыши. И вот, смотрите, мы ее параллельно двигаем в разные стороны, как говорится. Можем поставить куда угодно. А вот за этот квадратик если мы возьмемся, левая кнопка мыши удерживаем и, соответственно, будем ее также снова двигать. Вот этот квадратик будет неподвижно. Если мы ее снова два раза нажмем левой кнопкой мыши, все, она уже здесь полностью зафиксирована. А теперь смотрите, что самое еще интересное существует. Мы снова два раза левая кнопка мыши нажимаем и мы можем сделать параллельную ей линию. Для этого мы будем удерживать, значит, нажмем Ctrl, кнопочку на компьютере Ctrl и удерживать этот квадратик. Вот смотрите, снова еще раз нажимаете Ctrl и захватываете левая кнопка мыши, этот квадратик удерживая его и введите куда-нибудь. То есть вы будете проводить параллельно вот эту линию, параллельно вот этим всем. Вот таким образом можно, ну, можно также как бы рисовать каналы таким способом. Есть там еще всякие двойные каналы. Вот эта кнопочка равно удаленный канал, но я не пользуюсь мне проще вот это все сделать. Я все люблю самое простое. Вот таким образом. Ну, свойства линии, в принципе, вы уже... Итак, помните, по аналогии также нажимаем два раза кнопочка, вот эти квадратики образовались. Нажимаем свойства и здесь, соответственно, периоды можно сделать, параметры все те же самые, как говорится. А вот смотрите, что самое еще интересное. Из этой линии вот можно сделать луч. Как правило, когда первый раз вы нажимаете на эту кнопочку, просто у меня здесь уже настройки существуют и они сделаны в виде такого замкнутого отрезка, то у вас будет высвечиваться эта линия в виде луча. Вот нажимаем луч, нажимаем ОК и вот смотрите, что происходит. Вот сейчас снова мы просто нажмем на эту линию, чтобы выстроить новую. Вот допустим, начинаем строить отсюда и вот смотрите, видите, вот куда мы ведем курсор, я сейчас удерживаю левой кнопкой мыши, удерживаю эту линию. Вот. И она в виде луча бесконечно. То есть, вот я сюда подвожу, сюда поставил все, и она в бесконечность уходит. То бишь, там все это делать далеко, не видно. Ну, вот это иногда бывает неудобно, поэтому я для себя просто сделал в виде луч, отрезков таких. Снова я, наверное, нажимаю. Квадратики образовались, вот они, раз, два, три, а она уходит в бесконечность, как вы видите. Снова выстраиваем на свойства линии и отжимаем вот эту кнопочку луч, ОК, и она у нас в виде такого замкнутого отрезка отсюда и досюда. Ну, мне так просто удобнее. Надо будет туда провести, пожалуйста. Я могу вот так вот взять, провести, ее поставить. Если там какие-то сложности возникают, я делаю еще по-другому. Вот я ее выставил, допустим, сюда. Я могу снова нажать на контрол, подвести сюда, нажать левой кнопкой мыши и удерживая левой кнопкой мыши, провести еще одну вот таким образом, к ней параллельную поставить. Все. И у меня получится как бы такой прямой отрезок, если уже там что-то где-то измерения, нужны такие более такие скрупулезные, точные какие-то подводы этих линий. Ничего, в принципе, сложного. Для этого она, в принципе, нужна. Также можно два клика на левой кнопкой мыши и удалить ее. Удалить. Нажимаете, квадратики образовались, наводите и снова удалить. Вот такими простыми инструментами, в принципе, я, как бы, пользуюсь. Ничего тут такого сложного нет. Как изменить цвет, линии, все такое. В принципе, еще раз уже, как бы, я вам показывал, вот здесь отображение, здесь общее, и меняйте цвет, там, какой вы там хотите, хоть там голубенький, хоть толстенький такие, сделать там, пожалуйста, вот она вот такая стала. То есть, кому что, какой, чего нравится, там, в зависимости, какой уровень, там, или еще что-то, вы можете все это дело менять. Вот если захватываете за этот квадратик левой кнопкой мыши, удерживая эту мышку, нажатую левую клавишу, вы можете, пожалуйста, двигать эту линию в какую сторону. Нажмете сюда, и можете также двигать эту сторону. Нажмете сюда, можете передвигать, имеется в виду, левая кнопка мыши, подводите курсор, левая кнопка мыши, зажимаете, вводите, зажимаете control, делайте параллельно этой линии. Пожалуйста, у вас их две. Ну, для чего? Ну, для того, чтобы рисовать, как бы, каналы. Ну, давайте ради эксперимента посмотрим. Вот таким образом, я нажимаю два раза, вот сюда подвожу, вот линия, и как бы здесь канал такой определяется. Вот, смотрите, раз, и сюда подрисовал ее. Все. Вот таким образом, как говорится, можно определять все эти вопросы. Вот так можно пользоваться данной линией. На этом урок закончен. С вами был Садчиков Игорь. Всем успешной торговли на Форек. И всем привет, соответственно. Удачи! Садчиков Игорь Негода.